У меня сегодня в гостях историк Алексей Исаев, и тема нашей беседы – малоизвестные сражения начала 44-го года. Напоминаю нашим слушателям и зрителям телефон для СМС-сообщений 970-45-45. Итак, здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Начнём воевать потихонечку. Да. Вот в общем представлении, самом распространённом среди многочисленной аудитории, 44-й год – это, естественно, Днепр, Корсунь-Шевченковская, снятие блокады с Ленинграда и потом сразу операция Багратион. Вот определённый период этого года малоизвестен широкой аудитории. А ведь там происходили всякие разные сражения, пусть не самого глобального масштаба, но, тем не менее, война не замирала ни на день. Вот что бы вы выделили из этого периода? Вообще говоря, такое отношение, оно объяснимо. Дело в том, что, как правило, весной в России наступает распутица, широкоизвестная, и поэтому боевые действия замирают. Всё это наблюдалось в 42-м и 43-м годах. Это видно по немецким и советским потерям. Они, как правило, спадали к апрелю месяцу, а в 44-м году наоборот. Достаточно сказать, что по немецкой статистике апрель 44-го года был равен по потерям июлю 43-го года, то есть сражение на Курской дуге, можно сказать, переломном этапе войны. И действительно, с наступлением весны, когда действительно дороги раскисли, танки стали увязать, но, тем не менее, боевые действия продолжились. И более того, за этот период была освобождена на правом бережной Украине территория едва ли не больше, чем зимние кампании. То есть с декабря 43-го по февраль 44-го года. И действительно, там разыгрались крупные сражения, которые привели к образованию, собственно, белорусского балкона, с которого началась операция «Багратион». Наиболее значимым сражением было окружение 1-й танковой армии генерала Хуби, которое стоялось в конце марта и в начале апреля. А где это? Это было в районе Каменец-Подольска. Армия оборонилась в районе Винницы. И 4 марта 44-го года началось советское наступление двух фронтов, 1-го украинского, 2-го украинского. И армия попала в окружение. И в течение нескольких дней она была освобождена. Разблокирована. Да, разблокирована. Немцы, наученные Сталинградом, стали очень трепетно относиться вот этим фланговым охватом и обходом. И армии Хуби хотели прижать к Днестру и разгромить. Ну да. Для этого советские танковые армии вырвались вперед, вышли, заняли, захватили плацдармы на реке. Но если сам командующий Хуби хотел прорываться на юг, потому что это было наиболее логичным путем для выхода из окружения, то его непосредственно руководитель Манштейн, широко известный немецкий военачальник, настаивал на том, чтобы пробиваться на запад. Фактически по более длинной дороге, которую, к тому же, пересекали протекающие с юга на север реки. И чем это объяснялось? Дело в том, что немецкое командование читало переговоры, радиопереговоры советских танковых армий, 1-й и 4-й танковых, и знало о расположении их бригад. То есть, сколько в каждой бригаде танков и где она находится. И за счет этого стало понятно, что на юге ждут. И действительно, советское командование с нетерпением ждало для приема в теплые руки, в объятия горячие армию Хуби. И, в общем-то, если бы командующий армии решил идти своим путем, он наверняка бы армию сгубил. Для ориентировочной численности 200 тысяч человек армия. Но вполне сравнимо с армией Паулюса. Ну да. А сколько танков у него было на тот момент? Ну, танков, на самом деле, у него было не так мало. У него было около 200 танков, поскольку у него были почти все танковые дивизии группы армий Юг. И именно поэтому ему удавалось достаточно динамично себя вести в окружении. Насчет того, что у него была масса подвижных соединений. А так немцы организовали, как это обычно у них случалось, снабжение по воздуху. Было собрано 100 хенкелей 111-х, 150 Ю-52-х. И они забрасывали горючие, боеприпасы, запчасти для танков. Но самым главным козырем стало переброшенный с Западного фронта второй танковый корпус СС Хаусера. Две свежесформированные дивизии, Гогенштауфен и Фрунсберг, которые находились во Франции. Их по настоятельной просьбе Манштейна, Манштейн, можно сказать, вырвал у фюрера, который считал, что вот-вот союзники высадятся. Но этот корпус был снят из Франции, брошен под Львов, где он стал главной ударной силой для деблокирования Хуби. — Сколько там было, в свою очередь? — Танков там был почти полный комплект. Правда, данные разнятся, но в историях соединений указывается практически полный комплект. Там примерно по 150 танков в каждой дивизии, включая по батальону «Пантер» в каждой дивизии. Но вот некоторые данные, приведенные документально в недавно изданной книжке «Фаер Бригадес» Невенкина, они опровергают это. Считают, что «Пантер» у немцев было меньше, но у них был еще свежий, пополненный, выведенный с фронта в район Львова и пополненный 40 с лишним тиграми, 506-й батальон тяжелых танков. — Ну, в общем, достаточно серьезный. — Да, тяжелый, почти четыре десятка тигров, которые получили поддержку пехоты в виде переброшенной из Венгрии 100-й егерской дивизии. И вот этот вот таран из двух эсэсовских дивизий и тигров, поддержанных пехотой, он пробивался к окруженцам. — 200 тысяч в котле, снаружи сколько шло? — Шло именно на выручку порядка 50 тысяч. Но это именно та группировка, которая наносила удар, собственно, пробивала коридор. — Ну да, и в какой точке они нанесли удар? — Ну, нанесли удар они в направлении на такой город Бучич, это к югу от Тарнополя. — Да, об этом вообще, наверное, никто не слышал. — Не, ну почему? На Западе как раз это достаточно широко известная операция, ее даже отыгрывают в играх-стратегиях. — Ну, я имею в виду у нас. — Не, ну на самом деле нельзя сказать, что это неизвестная операция. И Жуков, и Конев в своих воспоминаниях в истории первой танковой армии, люки открыли в Берлине, тоже довольно подробно это все описано. Но именно детального описания с указанием каких-то цифр у нас не было. — Ну да, вот в этом месте поподробнее, пожалуйста. — Да, считалось, что из котла прорвались отдельные группы, что называется, верхом на танках. Но на самом деле вот этот вот удар извне, очень сильный, который пробил коридор, и удар изнутри... — В стык, как всегда, удар. — Там не стык, там, опять же, был разрыв между танковыми армиями, которые ушли к Днестру и ждать там отходящих из окружения, и пехоты, которая не поспевала по всей вот этой грязи, потому что пехота шла пешком. — Ну да. — И вот этот вот просвет, который занимался, можно сказать, завесой из смеси, где-то пехоты чуть-чуть немного, там, стрелковый полк, где-то танковая бригада, но, опять же, не хватало подвозимого топлива. — Поэтому был некий коридор, по которому немцам с боями удавалось пробиваться. — Угу. — Коридор сколько? — Ну, шейной он был, я думаю, не больше пяти километров, поскольку пробивал его корпус с одной стороны немецкой, то есть, в принципе, на самом деле, это эквивалент нашей армии, и корпус с другой стороны. — И вот в самом начале апреля, если не ошибаюсь, 4 апреля, произошло соединение, и армия Хуби вышла из окружения. — К тому моменту Манштейн был снят с поста командующего группы армии Юг, и, собственно, вот эта катастрофа, что бы мы ни говорили, но это был неуспех, составлением большой территории первой танковой армии стала для Манштейна последней каплей, которая разрушила его отношения с Гитлером. И он был отстранён. Его место занял Модель, широко известный немецкий военачальник, который до этого командовал группой армии Север. — А что было с нашими военачальниками, которые допустили выход из Котлана? — Ну, вообще говоря, само по себе это было большим успехом, потому что, если смотреть на карту, то за несколько недель была освобождена огромная территория. Кроме того, удалось создать нависающую группировку над немецкими, двумя другими немецкими армиями, которые были ближе к Чёрному морю. И фактически их дальше гнали, освободили Одессу, вышли, можно сказать, на поступок к Румынии. И достаточно сказать, что именно в ходе этой операции советские войска вышли на границу советскую в июне 1941 года и даже пересекли её. — Это вот в апреле. — Да, именно апреле 1944 года, это выход на границу, и дальше вышли войска 2-го Украинского фронта, Конева, и даже пересекли границу и вторглись на территорию Румынии. Поэтому на фоне вот этих больших территориальных успехов и, собственно, богатых трофеев, что бы то ни было, технику и бросали немцы, и пленных было немало, естественно, такой может быть местный неуспех. Он не был расценен совсем уж жёстко до того, чтобы снимать людей с командования. — Ну да, не было бы счастья, да несчастье помогло. — Да, и что интересно, Хубе был награждён по итогам, несмотря на то, что операция в целом была неуспешна, но то, что он как бы спас большую часть своих людей, он был награждён, получил бриллианты к рыцарскому кресту, но, можно сказать, по стечению обстоятельств он возвращался от визита к Гитлеру на самолёте. Этот самолёт потерпел катастрофу, он погиб. И, собственно, этот котёл стал для него последней операцией на Восточном фронте. — Вот вы сказали в начале программы, что потери весны 1944 сопоставимы с потерями на Курской дуге. Сколько Хубе потерял во время вот этого мероприятия? — Я должен сказать, что это очень интересная вещь в плане расследования того, сколько он потерял. Потому что если взять в лоб цифры потерь, там немцы считали, как я уже рассказывал на прошлой передаче по нарастающим итогам, если взять сумму потерь на начало, то есть на 10 марта и на 10 апреля, то разница получается не очень большая. Получается, едва ли не 8 тысяч человек, то есть очень мало. Но затем эта сумма начинает нарастать, нарастать и нарастать. Когда на фронте была тишина, к 20 июня, когда ничего на фронте не происходило в течение мая, потери неожиданно возросли у армии Хубе до суммы с 10 марта по 20 июня аж до 45 тысяч человек. — Каким образом? Сели, подсчитали? — Да, именно сели, подсчитали. Я с уважением отношусь к нашим разведчикам, но я не верю, что они, как говорится, шампалами в ухо на тихом участке фронта сумели наколотить столько народу. Поэтому, скорее всего, это именно подсчет с задним числом. То же самое мы наблюдаем в тех же 10-дневных отчетах по лету 1944 года, когда, собственно, во время Багратиона и Львовско-Сандомирской операции, когда немцев гнали на Запад, и они сдавались, и потом их гнали по Москве, потери не очень большие. А вот осень, когда все затихло, потери начинают расти. И это связано именно с тем, что начинали выяснять, а сколько же мы, собственно, потеряли. Поэтому потери Хуби можно оценить примерно общие, опять же, 45 тысяч человек именно за окружение, за котел. — Пятую часть, даже больше пятой части потерял. — Да, почти четверть своих войск они потеряли, ну, в общем-то, окружение, чтобы не говорили, но оно всегда приводит к большим потерям. — А вот во что нам обошлась эта операция по неблокам? — К сожалению, у нас в нашем основном справочнике по потерям все потери за зиму и весну 1944 года на южном фланге, они упакованы в одну операцию. В принципе, их разделяла советская военно-историческая наука на несколько операций, проходивших каскадом, но в общей нашем справочнике это идет как одна Днепровско-Карпатская операция. Соответственно, общие наши потери с 25 декабря 1943 года по апрель 1944 года составляют, общее подчеркнуло, 1 миллион 109 тысяч человек. Соответственно, безвозвратные потери 240 тысяч человек, но это освобождение, можно сказать, всей правобережной Украины. Если взять потери немцев, то подсчет, опять же, чуть-чуть с опережением, давая не на апрель, а на май, мы получаем, что немцы потеряли 320 тысяч человек. Соотношение потерь получается примерно 1 к 3,5. Но вычленить непосредственно операцию по деблокаде этой группировки Хубы не представляется возможным? Это возможно при подключении каких-то первичных источников, но я так скажу, что я лично исследованием именно этого момента не занимался, я как первичку не смотрел, поэтому я вынужден в данном случае полагаться на опубликованные цифры. Я тут могу дать некие данные по немцам, а по нашим это все упаковано. Я так считаю, что эта операция улучшила соотношение, поскольку окружение и, естественно, соотношение потерь было лучше, чем в каких-то, может быть, штурмах. Ну, по сути, насколько я понимаю, немцы решали задачу прокладки коридора вот этого 5-километрового, соответственно, большого количества войск там, наверное, не было. Нет, шло же сражение по периметру всего котла, потому что его обжимали с одной стороны, с севера, с востока, с юга стоял заслон, который должен был, наковальня, который должны были разбить. А так, один корпус пробивался на запад, а три других держали остальные, можно сказать, стенки котла и несли потери. И те, кто, может быть, выполнял роль оренгардов, они несли большие потери, потому что им приходилось воевать в более сложных условиях, потому что на них постоянно нажимали. Им наступали на пятки, поэтому нельзя сказать, что сражение это ограничивалось только вот этим коридором. Ну да, то есть, как бы весь периметр находился в состоянии перманентных боевых действий. И, как бы, американцы очень сильно заинтересовались именно этим эпизодом за счет того, что это, можно сказать, вершина немецкой военной мысли по части выхода из окружения. Тут присутствует и снабжение по воздуху, и выбор оптимального варианта прорыва. И, кроме того, они называли это сползающий котел, когда достаточно крупная масса войск отходит постепенно вот к этому коридору. И коридор схлопывается, и удается им вырваться на свободу. То есть, они ушли все? Или какое-то количество пленных? Да, естественно, пленных на уровне 10 тысяч было захвачено, но так большая часть... Ну, то есть, это арьер-гарды, которые удерживались... И арьер-гарды, и тех, кого удалось захватить в, можно сказать, не выскочивших из котла, потому что, естественно, советская команда начала реагировать на ситуацию и разворачивать обратно части танковых армий, кого-то удалось настичь. Понятно. Начнем следующую операцию весны. Вот что по приоритетам, на ваш взгляд, можно сопоставить с этой операцией? Ну, так довольно сложно поставить приоритеты, но так можно под завершение еще сказать следующее, что там же произошли два сражения, которые, можно сказать, были показательными для немецкой стратегии в целом, когда немцы оставались в каких-то узловых узлах дорог и тем самым препятствовали наступлению. Они распутятся, дороги раскисают, и поэтому удержание узлов дорог было очень важным. Таким узлом дорог был Ковель, таким узлом дорог был Тарнополь. И когда ситуация стабилизировалась, возник вопрос, чтобы выручить тех, кто, можно сказать, клал свою жизнь на то, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение противника далее. И было предпринято две операции по деблокированию. Это и Ковель деблокировал дивизию «Викинг», а Тарнополь деблокировали части того же второго танкового корпуса СССР. Но вот с Тарнополем немцев не получилось. Там из 3,5 тысяч человек гарнизона вышло всего 55 человек. Даже не 550, а 55. Можно сказать, слезы. Ковель им удалось деблокировать удачно, там едва ли не половина гарнизона вышла. Но вот эта ориентация на такие фестунги, как их называли, крепости, она у них сохранялась до самого конца войны. Они имели некоторый эффект, но в дальнейшем чаще всего уничтожались. Крепость Бобруйск, крепость Познань, все они, собственно, стали жертвой советских наступлений, так или иначе. Ну, а вот если говорить о численном противостоянии в том же Ковеле и Тарнополе, сколько у нас было сил против этих гарнизонов? Ну, гарнизон, естественно, оставлялось прикрытие, поэтому можно сказать, что более сложной была задача деблокирующей группировки. Тут довольно трудно выявить, сколько людей было именно на этом участке, сколько противостояло. Потому что, опять же, это было объединение, разбросанная армия, разбросанная на большой площади. И сосредоточение усилий тут с обеих сторон выявить довольно сложно. Но так это был, можно сказать, булавочный укол на небольшую глубину. И вывод этого гарнизона, естественно, он ничего не решал. И был скорее психологической поддержкой для всех остальных, что мы вас не бросим. — Ну, а наших сколько было? — В смысле, общая численность фронтов? Не, ну, фронты, естественно, они насчитывали сотни тысяч человек. — Нет, ну, это понятно. Нет, я имею в виду вот в этих двух локальных точках. — В локальных точках, я думаю, что на периметре сидело количество людей, сравнимая с численностью самого гарнизона. — То есть... — Да, тут была проблема в том, что либо мы штурмуем его, либо его просто обкладывают и пытаются идти дальше. Если не удается брать сходу, то не настаивали. Потому что это все требовали и Жуков, и, что называется, до Сталина, что опорные пункты обходить. Поэтому их обходили, мучились, обходили по всяким этим полевым дорогам, вязли в грязи, толкали грузовики плечом, но предпочитали не связываться. Поэтому они, собственно, и прожили то время, которое прожили. Приминало нескольких недель. — То есть приоритет отдавался темпу наступления в данной ситуации? — Да, да. Я ему удавал чуть-чуть сдержать этот темп, именно поскольку висела, можно сказать, группа армий на волоске, и тут каждая лыка была в строку. А так удалось вывести первую танку армии не в Карпаты, где она была, можно сказать, бесполезной, могла только защищать Румынию, а на запад, к Львову, где она образовала ядро немецкой обороны, которое, впрочем, продержалось недолго. Уже в июле 1944 года оборона рухнула, и советские войска вышли к Висле. — Ну, в общем, освобождена, конечно, была колоссальная территория за этот период. Вот прежде чем мы уйдем на новости, у меня вопрос. Это была приоритетная задача советского командования перманентно наступать по грязи, или это было стечение обстоятельств? — Ну, это было осознанное решение, основанное на том, что есть такая возможность. В апреле 1942-го просто кончились силы, в апреле 1943-го был щелчок по носу под Харьковом, а в 1944-м году, наоборот, у войск был кураж, и было достаточно сил, чтобы идти вперед. Поэтому было решено, что останавливаться ни к чему. — Понятно. То есть, по грязи на руках, но... — Ну, по грязи на руках, но тем не менее, по грязи на руках утащили целый танковый корпус Западного фронта, который уехал обратно уже после высадки в Нормандию. Если бы эти дивизии встретили союзников на Амаха-Бич, я думаю, ничего хорошего бы не произошло, и за это весеннее наступление нас должны, наконец-то, кланяться и благодарить. Ну, и, собственно говоря, завершая вот эти три эпизода, скажем, что это была колоссальная удача, успех в плане возвращения занятых немцами территорий, к сожалению, мало освещенная в наших средствах массовой информации. А сейчас выпуск новостей, после чего мы продолжим беседу с Алексеем Исаевым о малоизвестных сражениях 1944-го года. Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «Ар-ТВАЙ» представляют программу «Цена победы». Добрый вечер еще раз в эфире программы «Цена победы», и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк Алексей Исаев, и мы обсуждаем с ним малоизвестные сражения 1944-го года. Вот у нас начали, наконец, поступать сообщения по СМС, и, в частности, один из наших слушателей, который не представился, задает вопрос, как это немцам удавалось читать наши переговоры по ВЧА. Александр Пермин. Вот, Александр, таким вопросом интересуется. Тут следует сказать, что такое ВЧ. ВЧ – это, на самом деле, связь проводная по высокочастотной. ВЧ – это высокочастотный. И, естественно, ВЧ связывались все же не армии с фронтом, а, например, фронт с генштабом, подчеркну, либо не танковые, а общевойсковые армии с генштабом и с фронтом. Поэтому ВЧ как раз в условиях маневренной войны мало применялось. А разговаривали они в основном по радио, и немцы, читая шифр, причем строго двух армий, первой танковой и четвертой танковой, они сумели выяснить, в чем дело. Они просто перехватывали сообщения в эфире шифрованной, их ломали. И надо сказать, что наши разведчики тоже на этом поприще добились некоторых успехов. И немецкие переговоры некоторые тоже читались, но из них, как ни странно, была выдана та информация, которую давал Хубер – «Прорываемся на юг». И читая эти переговоры, она не была дезинформацией, она была до определенного момента вполне соответствующей планам командарма, пока его, как говорится, не нагнул и не развернул Манштейн. Поэтому информация была частично правильной, но устаревшей. Поэтому обе стороны друг друга читали, но с разными результатами, в силу, можно сказать, стечения обстоятельств. Дальше движемся по хронологии или по событийности? Тут скорее стоит разделить на группы эти события. Чем объясняются успехи на Украине? Потому что успехи по освобождению Украины были наибольшими. Территория была освобождена огромная. Соотношением сил. Собственно, соотношение сил группы армий «Юг» и четырех украинских фронтов, оно было примерно приближалось к один к трем. Точнее, плавало от один к двум с половиной, один к трем. И за счет этого советские войска могли концентрировать ударные кулаки, наносить глубокие удары и, собственно, гнать противника на запад. Соотношение сил на остальных направлениях, это Белоруссии, и на поступах к недавно деблокированному Ленинграду было хуже. В частности, хуже всего было соотношение на северном участке фронта между фронтами, наступавшими от Ленинграда, и группой армий «Север». Там было соотношение примерно 1 к 1,9, то есть чуть меньше, чем 1 к 2. Кроме того, немцы после 300-километрового бегства, отступления, скажем, корректнее от Ленинграда, сумели занять межозерные дефиле под Нарвой, под Псковым. У них были достаточно сильные позиции, за счет этого все удары, которые по ним наносились, они не привели к тому сокрушительному результату, по которому приводили такие же удары на Украине. И то же самое было в Белоруссии, когда после ряда неудач Витебская операция, Нильская операция, когда расшатывали оборону группы армий «Центр», опять же, соотношение сил, как мы сейчас уже знаем, тогда советское командование, кстати, не обладало настолько развернутой информацией, было примерно на уровне 1 к 2. То есть не дотягивало до заветного 1 к 2,5, после которых немецкий фронт сыпался. И операция, которую, кстати, проводил Аркасовский, она не привела к успеху и разгрому противника. Были некие территориальные приобретения, но если сравнивать их с тем, что было на Украине, они выглядят достаточно жалко. Я был под Невелем, и по моему опыту и того, что я видел, а видел я там в озерах сотни, если не тысячи гильз от снарядов, которые лежат по сей день. То есть там борьба была нешуточной. Да, борьба была нешуточной. И местность крайне тяжелая. Да. То есть там болотистые топки и берега, очень много воды, переходящей в болото, болото, переходящие в воду. Там замечательно рыбачить, но воевать я бы там врагу не пожелал. Действительно, там воевать было очень тяжело, объективно, и поэтому-то там не применялись танковые армии. Но отдадим должное лету 1944 года, когда в этой же местности удалось немцев таки разгромить. Когда Витебск был окружен, его гарнизон был разгромлен. Ну, видимо, концентрация сил была существенно больше. Да, во-первых, изменилась концентрация сил, во-вторых, и у немцев было неправильное представление о советских планов. И за счет этого же потом удалось обойти линию «Пантера», которую безуспешно пытались пробить в марте, в апреле 1944 года. Здесь надо аудитории пустить, что такое линия «Пантера». Линия «Пантера» – это линия укрепленных районов, шедшая от Балтийского моря почти строго на юг. На нее опиралась группа армейсер после отхода от Ленинграда. Очень большая протяженность получается. Да, там порядка 300 километров была протяженность этой линии, и основными точками, где ее пробовали на прочность, это была Нарва и Псков. И немцы позднее отмечали, что им советскому командованию удавалось блестяще скрыть подготовку к нанесению удара. Они всегда били там, где их не ждали. Но не удавалось вклиниться достаточно глубоко, чтобы немецкая оборона рухнула под ударами советских войск. Поэтому вот эти вклинения в линию «Пантера», они не завершились глубокими прорывами. И под Нарвой, можно сказать, костяком обороны, был добровольческий корпус под командованием Феликса Штайнера, третий танковый корпус СС. Потому что сейчас, особенно в республиках Прибалтики, пытаются поднять на щит тех людей, которые воевали за немцев добровольно, но ни в коей мере они не были опорой немецкой обороны даже под Нарвой. Там воевали датские, норвежские добровольцы. То есть, что делали эти люди под Нарвой, для меня, честно говоря, загадка. Из теплой Норвегии, из теплой Дании они впоследствии дошли до Берлина и там обороняли подступы рейхс-канцелярии. Но зачем они это делали? Мне сложно понять, какие приключения себе они искали из, может быть, очень скучного осла. Но они, тем не менее, держались. Вот это узкое дефиле от озера до Балтийского моря. И град ударов, который обрушивался, опять же, никаких танковых армий там не было. Там были удары пехоты, поддержанные танковыми бригадами поддержки пехоты. И все это закончилось ничем. И соотношение потерь, вот эти эпизоды, они вошли со знаком минус. Если Ленинград был крупным успехом, то потери, понесенные в боях на линии «Пантеры» весной 1944 года, они только увеличили цену антиблокирования Ленинграда. Ну, естественно, какой-то эффект от этого был. Так или иначе, противник перемалывался градом сыплющихся на него снарядов. Но нельзя сказать, что для 1944 года это было большое достижение. Сколько там потери составили у нас? Ну, это, опять же, ушло в общие потери, да, битвы за Ленинград. Там общая называлась цифра примерно 270 тысяч человек. Но я думаю, что, по крайней мере, так вот, по моей оценке, около 70 тысяч было на завершающих боях уже марта-апреля. Куда двигаемся дальше? Дальше нужно сказать, опять же, про успех, про Крым. Он переходит уже на май 1944 года. Но, тем не менее, то, что у нас воспевалось в гражданскую, перекоп, прорыв в Крым, что это очень сложно. И то, что всегда воспринимается как очень большой успех Манштейна, это прорыв в Крым в 1941 году, удалось достаточно быстро пробиться. Причем Крым штурмовали с двух направлений, и со стороны Керченского полуострова, и со стороны Перекопа. И в течение, можно сказать, нескольких недель судьба Крыма и 17-й армии была решена. Достаточно быстро немцы приняли решение, опять же, не повторять Сталинград. Сталинград их настолько напугал, что они решили, что мы эвакуируемся. И постепенно вывозили войска. А сколько в 17-й было? На 18 апреля 1944 года там было 124 тысячи человек. Прилично. Да, это довольно много, и считается, что все же большую часть этих войск немцы вывезли. Дело в том, что советское командование на Черном море, оно опасалось бросать бой крупные корабли, ввиду того, что они могли стать жертвами немецких пикировщиков. Осенью 1943 года был потоплен лидер эсминец на Черном море, лидер Харьков. И поэтому боялись бросать некие отряды миноносцев для того, чтобы не потерять их, можно сказать, в сомнительном предприятии. Пусть даже расстреляв в воде несколько сотен горных егерей, за это потерять и людей, и крупный боевой корабль. А подводных лодок к тому моменту оставалось мало, поэтому больше 4-5 на позиции выдвигать не удавалось, и эффективность действий была не очень большая. Опять же, для авиации советской Крым был периферией. Туда были брошены сравнительно небольшие силы, они что-то потопили, но массовое избиение, которое можно было бы ожидать, его там не состоялось, и это, можно сказать, была плата, концентрация, усилия авиации все же на главном направлении, на Украине. Поэтому немцы, как считается, вывезли из этих 124 тысяч большую часть, но, тем не менее, сегодняшние оценки немецких и румынских потерь, они доходят до 40 тысяч, то есть считается, что немцам потеряли 40 тысяч человек из тех войск, которые либо пленными, либо убитыми. А так они были вывезены все в Румынию. У Панова очень живописно в мемуарах описывается штурм последних укреплений, которые освобождала наша армия в Крыму. Это было что-то ужасное, конечно, для немцев, потому что он, как летчик, видел все сверху. И вот били из всего, что можно. Вот арьер-гарды и тех, кого не успели посадить на корабли, их просто превратили в месиво сплошное. То есть наши не напрягались, чтобы переходить в наступление в пешем строю, пока не отутюжили там вообще все, что движется. И такого он, прошедший всю войну, начиная с июня 1941 и по мая 1945, как он пишет, такой арт подготовки он не помнил ни до, ни после. Не приходилось наблюдать. Да, но это была, можно сказать, месть за Севастополь 1942 года, и надо сказать, что месть была вполне похожа на... Даже покруче. Да, ну, по общим потерям, конечно, не удалось выйти на ту же цифру, но, тем не менее, потери были нанесены большие, и журналист Верт, который был на мысе Херсонес, который видел вот эти груды немецких трупов, он на него это произвел большое впечатление. Ну, опять же, там, ссылаясь на того же Панова, было впечатление, что пленных просто брать никто не собирался. Просто вот утюжили и утюжили, там и артиллерия полковая, главного калибра, Катюши, просто вот месилово такое было. Куда дальше тронемся? Ну, дальше, можно сказать, и мы практически все рассказали, потому что, так или иначе, сражения весной сошли на нет, просто потому что... О окончании апреля. Да, у нас считается, что где-то 15-17 апреля все операции завершились в силу того, что началась подготовка к летней кампании. К Багратиону. Да, к Багратиону, к Львовско-Сандомирской операции. Кстати, то, что длительное время воевали на Украине, привело к тому, что подготовка задала большее время, и в наступление они летом перешли только в июле. Если в Беларуси это июнь, то на Украине перешли в наступление только в июле 44-го года. Достаточно длинно проходила подготовка и, опять же, пополнение техникой, потому что чем еще примечательна весна 44-го года, это вброс войска танка Т-34-85. Хорошо известная многим по снимкам колонна Дмитрия Донской, это как раз окружение армии Хуби, когда армии Катукова дали на пополнение 200 танков и, в частности, вот эту колонну Дмитрия Донского. Как бы впервые были применены новые танки. А так все вот эти операции проводили на Т-34-76. И, как можно сказать, бились с пантерами и тиграми чудом. Ну да. И, в общем, неплохо бились. Ну, бились неплохо. Нельзя ли мне обновить вот СМС-страницу, потому что она что-то все время подвисает. Это я... Да, и я смотрел вопросы, там задавали, что в это время было, как говорится, в замке Шефа. Да. То есть на Западном фронте. На Западном фронте в этот момент была Анцио, высадка в Италии, которая... В Сицилии. В Сицилии, она еще в 43-м году высадилась, а поближе, можно сказать, к верху итальянского сапога была Анцио. И высадка, которая, нельзя сказать, закончилась крупным успехом, ее немцы блокировали. Но, тем не менее, можно сказать, свой вклад и в получение опыта в том числе она принесла. Это вот то, что было в это время на Западном фронте. А так, полным ходом шла подготовка к высадке в Нормандию. К Коверлорду. Да, к Коверлорду. Это должно было стать еще одной неприятностью для немцев, которая последовала вскоре после неуспешной для них весенней кампании в Советском Союзе. Алексей, а вот такой вопрос. Казалось бы, обычно война на Восточном фронте именно в мае и разгоралась. Сознательно остановились в этот момент, решили дать передышку войскам или были какие-то еще причины? Потому что все высохло, можно ездить, можно летать. Но в мае наступать немцы, естественно, не могли. Нет, я о нашей говорю. Да, а наши пополняли дивизии, потому что, естественно, после такого длительного наступления дивизии просели там до 3-4 тысяч человек, а людские ресурсы, они беспредельны. Поэтому пополнение, его обучение, они затрачивали довольно много времени, поэтому... То есть мы уже могли позволить себе такую роскошь, чтобы... Нет, на самом деле всегда пополнение, оно проходило некое обучение. Идеальный вариант, можно сказать, идеальный шторм была в Весло-Одерске, когда, можно сказать, с начала осени 1944 года готовились. А тут, по крайней мере, несколько недель дать на прием, подготовку, пополнение, опять же, просто физическое восстановление войск после длительных боев. И май у нас все же не настолько благоприятен, опять же, по опыту, летная погода не всегда хорошая, и поэтому решили отложить на более поздний срок. Понятно. Посмотрим вопросы, которые к нам пришли по интернету, коль скоро у нас еще остается 5 минут. Поскольку неизвестно, о чем будет речь, то можно ли задать вопросы о событиях 1944 года в связи с новым фильмом «Операция Валькирия»? Отозвались ли те события как-то на действиях СССР? Ну, это мы забегаем далеко вперед, об этом мы сегодня, наверное, говорить не будем. Вот здесь вопрос по Анцу, опять же, прорыв и бои по линии Густава. Это там все. Да. Дальше. Дальше. В мемуарах Хрущева есть такое упоминание, что за годы войны произошло 4-5 смен командующих фронтами. Ну, тоже. Не, ну, действительно, командующие фронтами сменялись, и надо сказать, что в этом случае весной 1944 года смена произошла принудительно, когда Ватутин был тяжело ранен в столкновении с УПА, как считается, и его место занял Жуков. До этого он координировал действия двух украинских фронтов, первого и второго, а так он занял место в Ватутине, и, собственно, вот эту кампанию с окружением армии Хубе, Ковелем, Тарнополем проводил уже Жуков. Да, вот здесь еще вопрос от Дмитрия, инженера из Москвы. Немецкие историки называют операцию 1-й танковой армии по выходу из окружения под Каменец-Подольском вполне успешной. Приводится потери советской армии в 357 танках, 42 самоходных и 280 артиллерийских орудий. Ну, тут можно сказать, как выход из окружения, она успешная. Как сражение в целом, она для немцев поражение. — Некто с подписью «Лендлиз» из Санкт-Петербурга пишет, что в среднем поставки пороха по «Лендлизу», в среднем составившей за войну 25% нужд РКК, в 1944 году достигли 40% общего расхода пороха. Не могли бы Вы прокомментировать эти цифры? — Ну, точнее, я бы предложил посмотреть такую книжку, как «Верни дуб» на передовой линии тыла. Но цифры названы примерно верны. Треть поставок пороха была по «Лендлизу». Большая часть, опять же, поставок по «Лендлизу» пришлась на завершающий период войны, 1944-1945. А 40% используемого пороха – это некоторые номенклатуры боеприпасов. Нельзя сказать, что это, естественно, из 30% поставок нельзя сделать 40% набивки зарядов артиллерии и патронов. — Ну да. Мой дядя Ходорченко Григорий, 18 лет, погиб 25 августа 1944 года в Литве. Не могли бы Вы рассказать о Прибалтике? Ну, дойдем мы до Прибалтики. А вот и такие у нас есть комментарии. «Ведущему очень хотелось услышать что-нибудь гаденькое о советской армии, но не получилось. В.К. Саратов». Да, и такие вот у нас слушатели есть. — Ну, я думаю, что меня, с другой стороны, гневно осудят за «восторг» о выходе 1-й танковой армии из окружения. Потому что я признаю, что да, действительно, большей части удалось вырваться. За это, я думаю, меня тоже не менее гневно осудят. Ну, как бы попытки достаточно объективные подойти к тому, что происходило, они у некоторых людей вызывают неприятие. Наша сегодняшняя программа подходит к концу. У нас осталось буквально меньше минуты. Где будем воевать дальше, Алексей? — Ну, как скажете, но я предлагаю «Багратион», потому что это самое лучшее. Так, моя боль, я могу и про ДНД рассказать. Я этим вопросом специально занимался. Мне это было интересно, поэтому как скажете? — Сначала «Багратион», потом «ДНД». — Да, пожалуйста. Будем двигаться по хронологии.